Приехали вчера из Стамбула. В Стамбуле нам очень понравилось. И мне очень хотелось там купить каких-нибудь настоящих турецких пластинок. Тем более, что перед поездкой в Стамбул я прочитал книжку Льва Ганкина «Хождение по звукам». И там есть глава про турецкий психоделический рок, или как его еще называют, анатолийский рок. И мне очень хотелось купить как раз что-нибудь из этого направления. Из тех самых 70-х годов, когда анатолийский рок был в самом расстрете. И вот я заранее подготовился. Я нашел на карте магазин, в котором продают поддержанное видео. И мы туда направились, в район Кадыкеви. Вот. Но каково же было мое удивление, когда я увидел цены на эти пластинки. Я попросил дяденьки, который продавал эти пластинки, я попросил его просто выдать мне как раз из турецкого этого психоделического урока то, что есть. Он положил передо мной пластинки, и все они были новые. Все это было переиздание. А я хотел старые, 70-х годов. Переиздания стоили где-то по 150 лир. Но дело даже не в этом. Дело не в этом, что они стоили по 150 лир. А дело в том, что они все переизданы даже не в Турции, а в какой-нибудь Испании или в Америке. Я у него спросил, а что у вас есть из того старого? Он мне начал показывать старые пластинки, и они стоили уже по 600 лир. Ну, цены зашкаливали. Да, то есть это значит, на русской линии получается где-то по 10 тысяч рублей. У меня было с собой 200 лир. Мама больше не выделила. Да, мама больше мне не выделила денег. И я начал смотреть, может быть, тогда есть какие-то другие турецкие пластинки. Есть такой еще один очень популярный стиль, который называется арабеск. Он, собственно говоря, это сейчас играет. Но этот стиль был очень популярен в Турции. В те же самые 70-е, я думаю, 60-е, до 80-е тоже. Но те пластинки, которые там были, они тоже, арабецкие имею в виду, они были тоже очень дорогие. И единственное, что мне удалось найти за эти деньги, это вот то, что играет некий вот такой исполнитель, которого зовут Ате Маккард. Это пластинка стоила не очень дорого. Все они их покажем. Я ее взял. Все пластинки турецкие очень похожи по оформлению. На них изображены усатые мужчины. То есть если эти мужчины не усатые, то это уже как бы вызывает какие-то подозрения. Да, это уже не то. Но сама музыка арабецкая, то есть она основана на арабских мотивах, но поет, соответственно, турок. Вот эта настоящая пластинка, тут даже не указана, турецкая пластинка, здесь даже не указана какой-то год. И, собственно говоря, я пока в интернете не смог найти. Даже не могу сориентироваться. Вот. Но все-таки я купил еще одну пластинку, вот такую, и она имеет отношение к анатолийскому року. Она абсолютно новая, и она турецкая. И Джеймих показывал. Да, она издана в 19-м году, где-то в июле. И у этой пластинки есть... Она была издана в трех разных оформлениях. То есть 250 пластинок было издано на бежевом виниле. 250 пластинок было издано на красном прозрачном виниле и 500 экземпляров на черном. Да, вот у меня как раз один из этих 500 экземпляров, у него тут написано номер 113. Из 500. Да, из 500. Вот на обложке здесь изображены два мужчины, которые читают газеты. И это концептуальный альбом. Здесь вложена газета, которую читают эти два мужчины. И мы тоже можем почитать эту газету. Но единственное, что проблема, здесь нет ни слова по-английски, здесь все написано по-турецки. И поэтому мы ее не помним. Да, это какая-то такая типа желтая пресса, какой-то таблоид. Здесь очень много каких-то про вампиров, какие-то комиксы и так далее. Я пытался тут что-то перевести при помощи гугл-переводчика. Здесь есть кроссфорд. И я понял, что здесь исполняются старые песни, какие-то старые турецкие песни 30-х, 40-х годов, но в современной обработке. А исполняет их человек, которого зовут Танер Ангур. Наверное, я произношу неправильно. Он являлся и является участником одной из самых известных турецких групп, которые как раз блистали в этих 70-х годах. Ему сейчас 70 лет, и он до сих пор выпускает вот эти альбомы. Я сейчас предлагаю, вот я поставлю одну из песен, мы послушаем и попробуем понять, нравится нам это или нет. Так, значит, мы сейчас выключаем рабески наши. Так. Вот такая пластинка. Вот такая новенькая пластиночка. Абсолютно новенькая пластиночка, сделанная в Турции, а не в Испании и в Америке. Мы ставим на, ну, примерно на третий трек. Да, подожди. Как все концептуальные пластинки, здесь очень маленькие такие дорожечки между треками, и невозможно попасть в трек. Я сейчас... Очень долго пытался... Очень долго пытался, да, попасть в этот трек. Это такой вот турецкий сёрф-рок. А Мия села на конверт сейчас. Конверт упал, и Мия села на конверт. Кисонька. Ой, любит она на всё всадиться. До скорых встреч, друзья.